Государственная Дума приняла во втором чтении изменения в закон о банках и банковской деятельности. Банки больше не смогут взымать с физлиц комиссию за перевод средств на принадлежащие им счета в других банках. Предельная сумма бесплатных переводов составит 30 миллионов рублей в месяц. В рамках этой суммы банкам будет запрещено ограничивать размеры количества переводов. Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, принятые поправки нацелены на защиту прав граждан. В 2023 году на территории Пермского края появится 17 глэмпингов и один кемпинг. Больше всего новых мест отдыха на природе построят в Губахинском округе. Ведомство разыграло гранты на создание мест отдыха на природе. На конкурс было подано 35 заявок, из них победили 18. Один глэмпинг откроют в Горнозаводском округе в поселке Усть-Коево. Его возведет компания «Золотой компостур». Пять глэмпингов построят в Губахинском округе в поселках Усть-Во и Широковский, а также в самой Губахе. Три глэмпинга появятся в Кунгорском районе на горнолыжной базе Калинина, в парке отдыха Белогорье и в направлении Белогорского монастыря. Два уголовных дела и 300 граммов наркотиков – таковы результаты первого этапа оперативной операции «МАК». С 10 июля сотрудники полиции проверили свыше тысячи жилых территорий в Березняках и Усолье. Цель оперативно-профилактической операции – выявить и пресечь незаконный оборот наркотиков, а также уничтожить посевы и очаги произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Так, в рамках операции полицейскими выявлено 13 нарушений. Возбуждено два уголовных дела за незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Изъято 276 граммов марихуаны и 23,5 грамма героина. Рубрику «Новости коротко» подготовила Екатерина Зибзеева.